господи иисусе христе сыне божий помилуй меня грешного номер 871 события дня 3 царств 14 6 я грозный посланник к тебе за 5 мая 2017 года и вот беседа и переписка с sd вот как она выглядит можете себя зарядить переписать и послушать богатый богатый материал серахов 37 2 не если это скорбь до смерти когда приятель и друг обращается во врага вот пишет щепотка мемуаров о библии из интернета 80-е годы чтобы купить библию издание мост патриархии надо было написать прошение на имя председателя издательского отдела м.п. архиепископа волоколамского петерима дождаться его резолюции и с ней пойти на склад это касалось и семинаристов в предреволюционные годы профессора санкт-петербургской духовной академии сдали многотомную толковую библию лопухина была для которой подобрали написали комментарии каждому библейскому стиху в 1987 году стогольмский институт перевода библии переиздал этот труд и весь тираж подарил русской церкви тысячелетию крещения руси в трех томах а до этого и они были 12 книг томов так вот сделали они летом 1987 года институт обратился с письмом к русской православной церкви предложив ей 150 тысяч комплектов репринтной толковой библии в подарок от народов северной европы к празднованию тысячелетия христианства на руси печать и транспортировка такого тиража в одиночку были институту не под силу на это требовалось приблизительно 20 миллионов шведских крон и поэтому мы обратились к библейским обществом стран северной европы дании исландии норвегии швеции фарижских островов финляндии которые организовали сбор денег в своих странах кроме того датская правительство добавила три с половиной миллиона датских крон норвежский парламент выделил три миллиона норвежских крон а парламент фарижских остров 150 тысяч датских крон институт организовал печать и транспортировку книг в москву это андрей кураев у себя выставил в своем живом журнале предисловие гласило это наше издание является подарком верующим россии украины и белоруссии от верующих северной европы институт сумел осуществить выпуск этого издания благодаря средствам собранным в этих странах когда же директор института борис арапович приехал на само празднование он узнал что патриархия не раздала тираж по приходам то а продает его по весьма высокой цене кажется 100 рублей нет не 100 200 до 100 200 там больше даже было это близко к средне заработной плате 87 года конечно ему сказали что это нужно для сбора средств на реставрацию данилова монастыря понятно что никто никогда не отчитывался о судьбе наличных денег вырученных от продажи этого тиража это была первая бизнес операция патриархии ставшая прообразом будущей табачной аферы табачной водочные всему обвиняют что главное здесь деятель был тогда митрополит смоленский калининградский кирилл гундяев михайлов 3 вообще библия в те годы считалась очень престижным предметом и дорогим подарком даже атеисты коммунисты ее держали на виду мол изучаем и ценим культурно наследие человечество но конечно не считали не раскрывали проверить это было легко достаточно было советскому интеллигенту задать вопрос какая первая фраза в библии почти в ста процента случаев а эрудиты отвечали в начале было слово а там начале сотворил бог небо и землю и тушенко сергей я не мог приехать сюда сразу как произошло это горе но тогда уже решил непременно быть вместе с вами в сороковой день самый важный день после кончины человека когда его душа предстоит богу это после трагедии в кемерово патриарх кирилл говорит верить не верить его голос губы шевеляться в такт я по сей день не знаю говорил ли он так и вот все день такой день и сегодня у нас есть возможность особенно помолиться господу о том чтобы он принял свое небесное царство всех тех кто погиб но сама по себе смерть была ведь мученической смертью а мученическая смерть сама уже вводит человечество в божье царство откуда это он берет все непонятно но не верующий был какое царство то я думаю что горе которое пережили родные близкие родители детей невозможно восполнить никакими добрыми делами и никакими добрыми словами невозможно ввести внести успокоение проложил предстоятель русской церкви о погибших кемерово ну вот еще его умозаключения он просто политик его поставили выполнять свою работу похоже кирилл и не верующий вовсе но он патриарх и тут ничего не поделаешь вот выставляет виталий калиников ролик евгений втушенко это видео содержит на материала от партнера дабы м си жи который заблокировал их показ в целях соблюдения авторских прав валентина сортисон христос воскрес мир всем это видео не открывается не здесь не на канале написано то же самое на немецком языке а каком сказано непонятно то ли о нашем там подопустил музыки виталий калиников и никак закачали два дня бились бились и на этом остановились наконец помогли включили 6 стирать надо на стирает и стирает и го музыку вместе с голосом тушенко сергей так не открывается как называется вот православная община вход в церковь истинные крещения составил калиника виталий снова этот видеоролик заблокирован музыка вовсе тут ни к чему мы о том уже говорили не раз столько времени я потерял закачивая и вдруг этот видеоролик снова заблокирован разбили на четыре части все равно не пропускает мое время снова потеряно зряшно несколько часов открылась спаси хрисос трудящийся над этим но где она там открылась у кого не знаю виталий калиников помолитесь чтобы решили технический вопрос на канале во свете библии слава христу видимо на его канале там открылась ссылки на исходник православная община показывает где заливайте соцсети на свои каналы распространяйте наталья усатая виталий спасибо с христос и благословит господь труды ваши и для славы его очень красивые живые фотографии и беседа с виктором но меня поражает больше всего когда игнатий техничий кто-то из братьев спрашивает не хотите помолиться от себя господа и тут сразу видно что у человека нет общения с господом и живой молитвы от сердца какие красивые братья и сестры с радостными глазами и с бородой и с платочками все как положено именно в детстве у меня всегда было именно такое представление о христианстве но монахи все погубили пусть полюбуется на сегодняшние плоды православия виталий да я родом из патриархии где живая молитва с богом это редчайшая роскошь это не приветствуется не поощряется и более того часто хулиться предостерегают тебя от прелести создана новая религия это факт внешность православия внутри мрачное язычество роман проликов лучше считать без музыки музыка громко заглушает голос не разберу слов виталий калиников стихотворение роман да виталий или цитирование благодарю странно у меня все слышно фроликов слышно но громкая музыка отвлекает у вас голос достаточно мелодичные без музыки виталий братья и сестры выскажите пожалуйста свое мнение по поводу музыки мешает она или помогает воспринять то о чем рассказывается и прочие моменты тоже осветите если что-то увидели мне важно ваше мнение проликов у малы свой ритм а у вашего чтения другой ритм они не совпадают и приходится прислушиваться это просихотворение а когда цитируете то вы говорите громче музыки и поэтому музыка не отвлекает я не считаю что вы возвышенно считали цитату так и надо считать евтушенко сергей роман прав музыку можем вначале сделать тише переходы сделано хорошо фотографии можно сделать меньше и крупнее чтобы они лучше воспринимались чтение можно сделать менее возвышенным у вас и так чтение прекрасное дополнительно при украшать то не нужно я сужу по предыдущим видео и они великолепно звучали это тоже прекрасно звучит но вы хотите сделать лучше как я понимаю виталий благодарю сергей услышал да где-то выделить смысл сделать акцент на том или ином месте стиха сергей в отдельных местах хорошо получилось просто немного затянулась возвышенное чтение на мой взгляд виталий то есть получается растянутых тем побыстрее сделать а в каком месте как нас учат игнатий тихонович просить на молитве дары господи добрых советников наставников помощников у меня микрофон самый простой от него много требовать не приходится только помянули про меня не сразу это мой мир наталья мне понравилось а переписка шла в скайпе виталий для меня критика важнее их тушенко сергей мне нравится с музыкой она внутренне настроение дает особенно переход на 503 на понравился хорошо подчеркивает место туда еще бы трагизма в словах больше добавить чтобы страх лучше поступал чтобы ваши коленки начинали трястись виталий я ловлю иногда себя на мысль что господи егова очень сильно помогает при составлении роликов как бы случайно подбирается мелодии и ложится именно туда где и место с фото то же самое и с видево исходниками слава христу молитвами наставников наших братьев и сестер дается помощь и сергей слава христу это я знаю работал над житьями святых даже страшновато становилось иногда что помощь чудесная присутствует виталий да я помню сергей игнатий тихонов события огня рассказывал о вас именно страх есть стихотворение игнатия тихонов еще помазаны духом святым от этого то и страшно порой тут не забалуешь эти о чем рассуждает о наших стихах до них кто-то доберется сергей точно тут расслабишься и сразу мысль господь рядом помогает я сижу праздно по коже мурашки бегут тут и немощи греховность обнажается виталий жду еще критики участников нашей беседы отошел ненадолго евгений сергей витушенко не знаю что тут еще можно найти осталось только графикой своей оформлять полностью ролики чтобы все еще красочнее было сам ролик сделан отлично сергей еще одного зазомбировал сами над собой смеются виталий он еще не знает что такое жизнь потерявки например и т.л. игнатий тихонович лапкин исправительно трудовой лагерь и т.л. это я в лагере когда был и написал это они подцепили как будто откровение какое-то предупредили его сергей мне кажется игнатий тихонович был прав в том чтобы разбить ролики на счастье он слушается с легкостью и не загружает сильно я прослушал с удовольствием мне музыка не мешает и не отвлекает но вот некая выспринность и артистичность в отдельных местах по моим ушам режет нужные тексты как мне кажется нужно превозводить поспокойнее вот и на тихон еще никогда такого не наблюдала поэтому его стало всегда приятно слушать вот видишь как другой там поставить к стенке надо его и расстрелять это отмечает даже люди и его не знающие но кстати в основном виталий все хорошо и просто замечательно спаси христос виталий услышал а как вам картист воспринимался который дочь и в пае насчитывал виталий да игнатия тихоновича слушать очень просто хорошо сейчас он события дня считает замечательно просто поэзии библейские мотивы дочи и фая овчинников эдуард дмитриевич какой у него бас мощный бархатистый виталий калиников он артист до мозга костей овчинников игнатий тихонович плакал когда его слушал и не раз есть такое он сильно выпирает себя это ушенко но голос у него очень яркий я не воспринимаю текст хотя опять же эта запись может и вручную это звучит иначе но в записи я бы не стал его слушать сто процентов виталий артисты со временем наживают шаблоны исполнения и вот она здесь опять и на тихо лапкин здорово так она и есть там расслабленным а мы к таковым и относим относимся тяжковато приходится там ходить не разрешается только бегом надо привыкнуть моя восприемница не нажал нерва а она много лет трудилась в лагере и дома по кухне бегает носится наталья мне нравится когда быстро все делается и калории сжигается и мысль от лукавого разбегается я сама дома и детей как так учу и родители мои с детства нас гоняли елена пауру ну что сказать отлично понравилось все спаси христос за видеоролик валентина мне тоже не понравилось как считает артист текст не воспринимается много громкого и порычащего но вы виталий для нас не артист а просто виталий калиников наталья усатая очень нравится этот стих писание переворачивает все взгляды к жизни и желание спастись виталий и риме и любимый пророк игнатия тихоновича ну все знают где-то написала они прям дальше но не удобно но так и не знаю наталья усатая да знаю виталий а мне малахия перевернул сознание в 3 главе десятине наталья у меня тоже когда было покаяние из усы сходили слова для чего мать моя родила меня он мой любимый особенно плач еремия только потом прослушав ролики игнатия тихоновича узнаю о пророке этом еще тогда библии у меня не было было одно только желание умереть с христом за христа если считала библию ветхого завета но и риме не помню а потом батюшка мне сказал не надо считать и и на этом семечка засохла а я как-то раз только полюбила слово божие и не было сомнения что эти басни это задуманные рассказы и в тушенко хороший батюшка валентина а мне перевернуло сознание десятине игнатия вот я раньше донала о том что нужно давать десятину то но как-то страшновато было жалковато от себя отрывать ты и отдавала я не не регулярно от случая к случаю но тут у меня появился страх начала мудрости и все больше никаких сомнений не мое это и отдаю богу то что ему принадлежит наталья я сейчас осмыслил всю жизнь и вспоминая и ему 28 лет на тот момент было я еще помогала матушке по хозяйству и за детьми смотрела их трое и все маленькие питали в закатных лучах то цветок низочах на фото девица в крещальных одеждах такие смущали не раз палача они на арене герои как прежде и где-то чуть ниже а может и рядом рыкающий лев как орудия зла и тешатся зрители зрелищу рады история мира в подобных узлах прошло освещение водных естеству вопрос отвечено правильно кротко сегодня крещение высветить крест и смоет незримо грехи и пороки факел зажжена энергия духа и дух помазание сходит незримо пусть ревность елены вовек не потухнет как на арене тогдашнего рима лишь факел факел елена переводится факел поэтому так и взял нездешней походкой к ступеням купели шагула тринадцатилетняя дева крещальные строки писания про не пропели как вовремя к этому месту поспели осталось мгновение и прежняя жизнь с упрямством ошибками непослушанием отрежется смоется свалится вниз они столько лет тормозили мешали сегодня ты станешь частичкой у братства и церковь христова обнимет невесту придется мужа за звание драться целуешь впервые даруемый крестик твой путь в житиях обозначился четко желаю тебе благовестницей стать поститься не стать разжиревшей теткой и сохранить свою юную стать вот говорится такое желаю всю жизнь быть невеста иисуса одежды крещальные свято блюсти пылать благовестием и змей не подкусит мы ждем киприянов и нежных устин они вместе два жития сведенные а какой или не речь спрашивает виталий надо монетизацию отключить то виктор вчера так и не вышел на меня снова этот видеоролик заблокировано музыка в офисе тут ни к чему это я напишу мы о том уже говорили не раз столько времени я потерял заказчик и вдруг этот видеоролик снова заблокирован мое время снова потеряно зряшим несколько часов ну и виталий калиников мы договорились отключать монетизацию показывает где у меня есть и где это говорят и что и наталья сегодня господь послал мне радость и ответ на мою молитву до тех пор пока еще не была знакома с валентин и с артисон у меня было сильное желание получить трехтомник игнатия тихоновича и приобрести никак не могла на тот сбереж с финансовыми заказчиками тяжеловато было но благодаря гнатью тихоновича я познакомилась с валентиной и беседовали и в один день мне сказала я подарю тебе этот трехтомник с того дня я только ждала и молила господа хоть на руках подержать какие мне книги послала и валентина с артисон и плюс еще и другие за что благодарю живого господа валентину а всех молюсь и радости многох дети книги увидели только и кричат ура ура библия давай мама посчитаем с картинками цветными смотрят картинки радуется показывает игнатия тихон еще веселая наталья усатая спаси христос вет рот ваш по плоти благодарю весь радости много еще посылку муж получил и открывал сам просмотрел с грозным видом но дети так радовались и тогда еще компьютер с этой посылкой то получал все обошлось слава богу христу и в тушенкой слава христу и благодарность валентине за помощь сестре во христе наталья усатая молитва это оружие которое не все понимает до конца не все какую силу имеет господь с детства он открыл и все мои молитвы не были безответны всегда господь отвечает только надо верить и не сомневаться и самое главное и уметь жить безбожник ничего не поймет как это жить как это для себя хотя его есть еще христианский толка выпирает так это у меня тут дальше ушло за бесплатную посылку валентина заплатила сама христианский поступок для слава господа бога нашего но вот хотелось показать это книги как она с ними обходится вот валентина вот она прислала книги наталья трехтомник верху к истину православия 14 13 тома для слова божия не туз и первый том и православный катехизис видимо православная святая евангелие или что-то непонятно совсем сегодня всю ночь сижу здесь с этим роликом и так и не поставили вот так я пишу виталия вышел на нашего брата который вошел в течение трех пяти минуту оба ролика и полный когда был более двух часов и первую часть сегодняшнего уже убирается вставки музыку и песни автоматика не скоро тут работает а видно надпись что убирается не нужно если все так получится то тогда бы ты все у него расспросил как это делается и музыки больше ни секунды чтобы не было выставлено мне это вовсе не нужно валентина да для того кто по-настоящему способен оценить эти книги великое приобретение выше всех богатств и благ сколько времени имею эти книги столько лет и радуюсь им я очень рада наталья что муж признал эти книги а раньше ты мне не разрешала высылать их из-за мужа но вот прошло время господь управил все по нашим молитвам слава иисусу христу я безмерно рада а то немного побоялась трудись виталий не сомневайся никогда все у вас получится главное желание и немного усилий я тоже думала ну все сейчас выбросит но слава христу то есть а мужа говорит сирийца в жизни самый лучший подарок эта книга как говорит моя святая кровь перебесится успокоиться остынет и все уляжется это я взяла от него на памятку и помогло или на пауэр так хочется книги я сразу сбросил какие реквизиты наталья и дать их может сделать один хороший ролик о значении платка в христианстве и только религиозно талантливые люди больше об этом говорят такой хороший ролик с выдержками писания и фотографиями конечно же и ваши проповеди в стихах пусть весь youtube знает хорошо оформить можно и музыку и деток из общины фотографии и потом сделаем рассылку по другим ресурсам наталья виталий просмотрела ролик валерия но до того медленно говорит и голоса но никакого только время голоса никакого время больше отнимает на прослушивание но всегда такой вялый никакой радости нету и чувство бодрствования создается впечатление как будто пропахал половину гектаров подсолнуха потом через не могу делать ролик никаких впечатлений не производит виталий я его слушаю на ускоренной скорости всегда он поднимает важные вопросы для тех кто присутствует в моем мире ссылка на ролик наталья я впервые зашла в один храм в молдавии там литургия шла на русском языке и при входе огромными буквами было написано женщина одевающаяся в мужские одежды проклятая вот это ну что я могу сказать здорово конечно хоть как то надо напугать сразу выделяю и выдержка из писания была я не понимала выдержки из писания но запомнила навсегда но повзрослев носила что мама покупала брюки потому что они очень дешевле были вот и ходила получается как проклятая в действительном мужик мужская так одежда на женщине выглядит мужеподобный образ а если считать что арабы индусы одеваются в платье и бритые то женоподобные лица в об и образ даже мой муж помнит когда пошла эта мода на джинсы в сирии в сирии или на фаур и когда наталья какой точно вот не помню но можно тогда пошла все его его сестра сегодня по сегодняшний день и дети и ходят джинсах кошмар какой-то и мусульманки также тут переоделись быстро в брюки ты в платочки вот и запад и америка елена фаур мода на джинсы пошла еще его мама не родилась наталья это точно видно в их них старых фильмах виталий это я пишу послушай что получилось с этим видеороликом православная община вход церковь истинное хрещение составил калиников виталий всю ночь я работал сегодня на компьютере оказывается он музыку стирает вместе с голосом начитываем тобой твое стихотворение а я-то все размышлял да как же они будут умудряться так стирать одну музыку а голоса оставлять это я так думал то оказалось ничего подобного стерто все и что делать полагаю что нужно начитывание твое поставить впереди или еще как вот тебе и монетизация что дальше этот ролик отсюда скачать и наложить прочтение стихотворения на эти фотографии проверить как там дальше а полный вариант этого ролика продолжить два с половиной часа все еще обрабатывает система и когда закончит этот ролик что заблокирована все страны будет вине вам и тогда по нему пройтись и все образовавшиеся пустоты снова заполни и впредь музыки ни секунды не дозволяет столько же маяты принесли нам эта музыка сейчас храм эти я даже избиваются считаю сплю прям носом клюю но ты можешь на свой канал с музыкой делать и другим о том сообщи тоже сибористы и гурманство совершенно неуместно и блокируется по серьезному впредь не делать этого никогда а иначе мы никто витали завтра поставим без музыки и попробуем таки снять монетизацию я и а тогда и подобное стирание музыки с голосом продолжится продолжается еще и на полный вариант этого ролика а там поставил четвертую часть и не пропустила может быть я его истереть он такой же будет контуженный я отвечаю такие же говорящие слова идут лайки это лай большой собаки зла и друг на друга ники то есть никакие просто обманщики прожирующие прожирающие свою крохотную бессмысленную жизнь наталья нет это люди которые знают вас и слушаются и принимали крещение я отвечаю наташа я просто сказал о звучании слов и по-русски на что они похожи ассоциация наталья понятно вы не спите а я только на вечернее правило спаси христос вас агнат тихонович не могу оторваться от книги читаю чувствую при чтении вашу интонацию как будто вы рядом насчитываете комментарий петрика иванова господин и гнатьев большим поклоном к вам из румынии я смотрел ваш канал и мне очень страшно видеть православных христиан которые живут по библейским заповедным примером у вас много роликов которых вы очень четко и правильно учите как именно надо относиться к мощам их посчитание икон и к кресту многие христиане в кавычках не могут принять эту духовную еду передавайте привет братьям и сестрам меня зовут пётр я рожден в мире где так в румынии и сейчас тружусь в голландии я очень рад очень рад чем он рад пропустил что смог найти наш канал если бог поможет и вы благословите хотел бы посетить потеряевку надо опять переписываться кто такой откуда узнал ну и проще но тут я теги сейчас спросили почему другие теги не ставил теперь все теги вот посмотрите сколько до 50 виталий брат сергей оформил беседу и переписку с sd яна еще статье женщина может не заходить читаю книга правил тимофей александрийский правило пятое седьмое запрещает прикасаться к вещам дионисий александрийский правило второе карфагенский собор правило 4 30 4 81 6 вселенский собор правило 13 составил и колдаш я ему говорю как видео заблокирован со всех сторон вот можно еще вопросе хотя бы один взять задать у нас они есть вопросы вот это о детях вопросы вопросе 6 они грех ли посмотрят за детьми в потеряевке когда они работают например ответ непонятно кто посмотрит откуда с какими детьми вероятно спрашивает о детском православном трудовом лагере стане который находится поселке потеряевка наш лагерь небольшой огорожен и наши дети без присмотра не бывает ни одной минуты и за ними подсматривают ничем то есть другие люди и некому и ниоткуда когда они работают конкретно то работает или рядом пилят дрова или в огороде другой работы нет каждому ребенку дается задание и трижды в день воспитатель который неотлучный при них-то на сборе перед едой дает отчет выделяя конкретно тех кто работал хорошо и кто плохо это есть элемент воспитания следует награда и наказание я являюсь создателям и начальником этого детского лагеря вот уже 28 лет это я говорю вот это оговорено в уставе при поступлении ребенка родители знакомятся с уставом и порядками наш лагерь трудовой они игровой не оздоровительный поэтому больных стараемся не принимать логеры так лодырь из неисправимых отчисляем навсегда и отправляем домой по окончании сезона видно при отъезде домой выдаются характеристики детям ибо за ними ведется тщательное наблюдение за все время их пребывания это не недостаток а преимущество в нашем так в данном уставе есть пункт запрещающий это ябедник будет наказан ибо если кто кого-то обидел то обиженный приглашает к воспитателю обидчика чтобы разобраться при свидетелях но если хулиган уклоняется от явки с повинной тогда обиженный обязан идти один если сообщать обо всем у нас нет ни одного проступка на который бы адекватно бы не организатор не отреагировали старшая прям не вижу ничего чувство возмездия наказания за преступление и прерывно на практике показывается детям дабы в них был страх нарушения устава 28 лет это не два дня и мы видим как это хорошо давать характеристики 45 лет теперь уже вот насколько дальше ушли щеки на 20 лет 28 лет это не два дня у нас стопроцентная гарантия по сегодняшний день защищенности ребенка от хулиганство обиды постигновение на его личность но если бы даже был признак того что дети посматривают друг за другом то то это будет пресечено на месте более строго воспитания чем в нашем лагере трудно найти и это знают все и прокуратура и милиция и администрация мы можем сказать что через две недели у нас плохих детей нет ну то есть из еретической семьи сектанты приехали вот видишь как сколько здесь на дальше то еще я думаю хватит на сегодня